Приветствую вас, уважаемые слушатели, с вами Леонидов Владимир. И сегодня мы нарисуем вот такие вот соты и двух мух. Давайте приступим. Прежде всего мы нарисуем одну соту. Нам потребуется инструмент многоугольник. Нарисуем шестиугольник, удерживая клавишу Ctrl. Развернем на 30 градусов. Воспользуемся фонтанной заливкой, чтобы раскрасить его. От черного к темно-желтому. Воспользуемся инструментом ломаная линия для того, чтобы нарисовать вспомогательную линию, которая нам пригодится. Потому что мы сейчас используем интеллектуальную заливку. Создаем новый объект на основе пересечения амбрисов. Немножко сдвинем. Далее нарисуем с помощью кривой без Е еще одну вспомогательную линию. Создаем новый объект на основании пересечения. С помощью интеллектуальной заливки. Здесь цвет зададим более темный. Добавим прозрачность. Для каждого блика для верхнего объекта прозрачность однородная 30%. Теперь сделаем несколько копий наших объектов и немножко изменим заливку в каждой копии. Так, это не совсем медовый цвет. Еще раз. Вот такой сделаем. Каждую группу мы сгруппируем. Немножко уменьшим. И выстроим несколько рядов, которые будут состоять из ячеек, взятых наугад. Штук по 6 каждая. Выделяем первый ряд и распределяем по центру. Также выравниваем по центру. Сгруппируем и на основании него мы будем выравнивать все остальные ряды. Как это проще сделать? Воспользоваться направляющими. Я зажимаю левую кнопку мыши на линейке и опускаю вниз. Опускаю мышь и появляется направляющая. Точно так же по низу. Включим привязку к направляющим здесь. Либо в меню вид, привязать к и выбираем соответствующий пункт. Теперь наши объекты будут прилипать к ним. Прилип. Главное, чтобы верхний и нижний прилип. И мы уже сможем их распределить. Вот они в точности так же встали. Аналогичную операцию проделываем с остальными рядами. Как действуем дальше? Направляющую опускаем вот сюда, посередине. Создаем еще одну. Вот здесь. Чтобы по уголкам. Она находилась на уголках. Затем смещаем вот к этому пересечению следующий ряд. Действуем по аналогии. Я думаю, алгоритм понятен. Объекты сами собой прилипают к направляющим. Направляющие, как и любой объект, удаляются с помощью выделения и нажатия клавиши Делета. Можно выключить привязку и удалить все направляющие. Удалил. Я еще в процессе добавил один ряд. А теперь я предлагаю оставить вот такой вот кусок. А все остальные соты удалить. Разгруппировываем и удаляем. Сгруппируем. Сделаем копию. Вот она, да? Разгруппируем. Разгруппируем и объединим все объекты. Далее воспользуемся инструментом контур. Разъединяем. Воспользуемся еще раз. И на этот раз сделаем контур побольше. Вот так вот. Снова разъединяем. Вот эти вот вспомогательные объекты можно удалить. Выделяем новые объекты. Ctrl Page Down нажимаем несколько раз. Так, чтобы соты у нас оказались наверху. Раскрашиваем. Далее мы все сегменты сделаем гибкими. А узлы сглаженными. Воспользуемся новой функцией под названием мастихин. Здесь настройки у меня 15 мм. Нажим 85 мм. Плавный. И потихонечку нарисуем стекающие капельки. Так вот. Если раньше нам пришлось работать с помощью инструмента формы, Исправлять узлы, то теперь мы можем это сделать с помощью новой функции. Так, ну я думаю, задумка ясна. Давайте я сделаю паузу. У меня получилась следующая картина. Далее мы делаем следующая. Так как свет у нас, по идее, падает с левого верхнего угла, то мы должны здесь придать для каждого из этих двух объектов фонтанную заливку линейного типа. Так, пусть он будет посветлее. Посветлее в левом верхнем углу. И вот этот вот тоже объект. Так, так, так. Окей. Далее мы должны добавить цвет на капельки. Как это сделать? Я предлагаю сделать следующее. С помощью кривой без Е мы нарисуем вспомогательный объект. С помощью интеллектуальной заливки создадим новый объект. А его раскрасим с помощью заливки сеткой. Для начала, для всех узлов. Так, так, так. Так, вот он цвет. Выбираем один цвет для всех узлов. Затем исправляем градиентную сетку. Совсем чуть-чуть здесь. Так. 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 Добавим пересечения здесь. А вот здесь. И вот здесь. Так. Здесь кривовато получилось. Исправляем. Далее. А вот эти вот узлы мы зальем более ярким светом. Абрис убрал. Аналогичную операцию давайте проделаем для всех капелек, ну или по крайней мере для больших. Так, вот что получилось у меня. Вот здесь еще уберем адрес. Так, и вот для этого объекта, пожалуй, зададим всю же однородную заливку. Так. А для вот этого вот элемента сделаем посветлее. Сгруппируем. Нарисуем парочку мух. Мухи тоже любят мед. Ничего страшного. Так, в начале эллипс переводим в кривую. Удерживая клавишу Ctrl, точнее Shift, работаем с узлами. Далее. Четырехугольник. Все сегменты гибкие. Выравниваем по центру. Создаем два новых объекта. Раз, два. Затем рисуем семиугольник. Отражаем его. Выравниваем. Так, обратите внимание, сначала выделяем тот объект, который следует выровнять относительно второго. Вторым щелкаем на тот объект, относительно которого выравниваем. Делает. Так, теперь либо голову делаем поменьше, либо семиугольник побольше. Далее у нас идет эллипс. Выравниваем. Преобразуем в кривую. Здесь узел гибкий. Эллипс. Копия. Интеллектуальная заливка. И еще разок. Эллипсы удаляем. Далее крылышки. Сначала четырехугольник. Затем работа с узлами. И еще разок. Затем работаем с узлами. Эллипс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Любой объект... Главное, чтобы он пересекал... Абресы... Удаляем вспомогатель... Так, сюда... Так, что-то большое больно... Что за такой... Ус... Ну и хватит... Давайте разукрасим... Так, глаза у нас от... Давайте от желтого к черному... Причем здесь отрегулируем вот это дело... Чтоб едва было видно... Аналогично второй глаз... А можно просто скопировать... Усы у нас черные однозначно... Сама голова черная... Грудь раскрасим с помощью фонтанной заливки радиального типа... Окей... Так... Слишком... Слишком светлое... Потемнее... Туловище... Также фонтанная заливка... Только здесь 90 градусов... Потемнее здесь... Цвета... Заливка... Так... Желтая... Желтая... Потемнее... Окей... Аналогично здесь... Создадим еще парочку объектов... Так... Здесь и... Вот здесь... Так... Я их оба выделил с помощью клавиши shift... Так... Я их оба выделил с помощью клавиши shift... Так... Раскрашаем крыло. Делаем копию. Так, крылья темноваты получились. Сделаю посветлее. Так, брюшка можно немножко наверх повыше. Ctrl-Page-Down. Также крылья. Ctrl-Page-Down. Так, ну с уровнями тут поработать надо бы. Так, вот это у нас крылья. Крылья должны быть ниже, чем вот этот наш многоугольник. Дальше. Вот группа объектов. Так, загруппируем. Так, хотя нет, группировать не будем. Так, все устраивает. Не хватает еще нескольких лапок. Лапки нарисуем элементарно. Так, черный. Черный. Копия. Посветлее. И еще одна копия, совсем светлая. Огруппируем. Делаем копию. Так, нет лучше. Сгруппировали, делаем несколько копий. Ctrl-Page-Down на задний план, Ctrl-Page-Down. Ну всё, теперь сажаем нашу муху на варенье, или точнее на мёд. Да, в пчёлах и мухах я разбираюсь, могу вам точно сказать, это муха. Ну вот так было задумано. Так было задумано. Так, ну посмотрите, где её лучше расположить. Так, давайте здесь тоже абресы уберём. И сделаем фон. На этом я предлагаю закончить. Спасибо за внимание. Я жду новых предложений по следующим видео урокам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok